Давайте рассмотрим правила расхождения двух судов с механическими движительными. Строго говоря, существует три ситуации, которые нам следует знать. Первая ситуация – это когда два судна сходятся нос к носу. Эти два судна должны каждый повернуть направо и разойтись левыми бортами. Иногда это называется по-английски «Red Red», поскольку у нас здесь красные огоньки. Эти два судна не имеют права поворачивать налево. Или продолжать двигаться по любому направлению. Второе правило – это когда два судна сходятся на пересекающихся курсах. В случае, если два судна с механическими движителями пересекаются вот в такой комбинации, когда у них пересекающиеся курсы, они входят в правило номер два. Давайте распишем по ролям. Это будет судно «А» или «Giveaway Vessel», то есть дающие по моему дорогу. Судно «Б» или «Stand-on Vessel», то есть судно, имеющее приоритет дороги, приоритет пути. Давайте первое посмотрим, что не должно делать судно «А». Оно не должно проходить просто по носу у судна «Б». Что имеет право сделать судно «А» для того, чтобы пропустить судно «Б»? Оно должно изменить курс или скорость, а можно и то, и другое. Если менять курс скорости, то нужно менять максимально заметно, чтобы судно «Б» видело, что судно «А» меняет курс скорости. Итак, оно имеет право затормозить вплоть до полной остановки и просто пропустить судно перед собой. Это хороший вариант. Второй вариант. Судно «А» или «Giveaway Vessel» имеет право уйти направо, так сказать, по корме судно «Б». Судно «Б» или «Stand-on Vessel» имеет право и обязано сохранять свой курс скорости неизменными до полного прохождения этой ситуации. То есть не поворачивает, не изменяет скорость. Что имеет право сделать судно «Б», если оно видит, что есть угроза непосредственного столкновения? Например, судно «А» не уступает дорогу к какой-либо причине. В таком случае судно «Б» для избежания непосредственной угрозы столкновения, вот прямо здесь и сейчас, имеет право повернуть направо. Судно «Б» не имеет права ни при каких условиях, ни в каком случае поворачивать налево. Ну и позвольте мне дать пару комментариев по поводу этого правила. Ну, первый комментарий. Почему судно «Б» или «Stand-on» не имеет права поворачивать налево? Если вы внимательно посмотрите на эту ситуацию с другой стороны, то давайте, например, вы двигались на судне «Б» и видите, что судно «А» не уступает дорогу. В таком случае капитан судно «Б» принимает решение вернуть налево. И в этот момент времени, судно, наверное, находится где-то вот здесь вот, шкипер судна «А» обращает внимание, что «Ой, у нас по носу есть другое судно». Правило номер один – мы расходимся левыми бортами. Значит, он предпримет маневр ухода вправо и вы двигались в этом направлении сюда. У нас получится вот здесь, в этом месте удар, столкновение. Ответственность за это столкновение будет целиком и полностью лежать на ножке перед судно «Б». Что имеет право сделать судно «А» в случае, если оно не может повинуть направо? То есть оно может снизить скорость плод до остановки. Имеет право повинуть направо, но не может, например, здесь у нас какое-то препятствие. По какой-либо причине оно не может заповорачивать, уходить. А в таком случае судно «А» имеет право повернуть налево и выйти на параллельный курс с судном «Б». Третье правило – это правило обгона. У нас есть судно «А», у которого есть ходовые огни. Давайте про них вспомним. Красный, зеленый и кормовой белый огонь, которые работают в таком секторе. Это я рисую сектор видимости кормового огня. Если помните, то это сектор 135 градусов. Если судно «А» начинает догонять, его начинает догонять какое-то другое судно, судно «Б», и оно появляется внутри вот этого сектора, видимости кормового огня, например, вот здесь вот, судно «Б», то вот это судно, если оно его догоняет, судно, имеет скорость выше, чем судно «А», то судно «Б» будет называться обгоняющим судном, это судно будет называться обгоняемым. Если подходит судно, давайте назовем его «Б-штрих», из сектора, когда виден уже бортовой огонь, то это судно будет считаться на пересекающемся курсе, а не обгоняющим. То есть очень важно понимать, откуда появляется судно, в каком секторе. Появляется, то есть означает буквально видит его или видит его ходовые огни. Если судно «Б» появляется из сектора видимости кормового огня судно «А», судно «Б» будет считаться обгоняющим. Эти два судна будут находиться в зоне обгона. Как ведут себя суда по правилам обгона? Первое, что имеют право они делать? Они имеют право двигаться дальше в своем направлении, сохраняя скорость или меняя скорость, это непринципиально. Имеют право двигаться в этом направлении и имеют право отворачивать друг от друга. То есть судно «А» в данном случае имеет право повернуть налево, судно «Б» в данном случае имеет право повернуть направо. Они не имеют право что сделать? Они не имеют право сокращать расстояние между собой вот в этом направлении по горизонтали. Поэтому судно «Б» не будет иметь право поворачивать налево, а судно «А» в данном случае не имеет право поворачивать направо, чтобы не сокращать вот это расстояние между судами по горизонтали. Важно отметить еще раз, что судно «Б», если оно приходит из сектора кормового огня, оно будет считаться обгоняющим вплоть до момента, то что по-английски называется «past and clear». То есть пока оно полностью не пройдет судно «А», и судно «А» не скроется из виду по корме.